Всем привет! С вами Алексей Сыпачевский. Я эксперт по настольному теннису и инвентарю для него. Сегодня я сравню мячи Double Happiness Tokyo и Double Happiness VTT. Полные названия этих мячей смотрите по ссылкам под роликом. Я буду кратко их называть. Кстати, в прошлый раз я сравнил Tokyo с мячами Busan второй версии. Ссылку на это сравнение найдете под роликом. Но в тот раз я забыл взять с собой мячи VTT, а в следующий раз я исправился и взял мячи VTT. И мы три часа играли и сравнивали Tokyo и VTT. Чем же они отличаются? По итогам сравнения, ни я, ни мой напарник никаких различий, кроме лейбла на мячах VTT, заметить не смогли. То есть, по ощущениям ни он, ни я никакой разницы не выявили. То есть, мячи VTT сделаны из такого же пластика. У них такая же плотность. В общем, ощущаются они в игре, по крайней мере, мною и моим напарникам точно так же. Если вы сравнивали и у вас какие-то другие впечатления, напишите в комментариях, если вам вдруг удалось ощутить какие-то различия между этими двумя мячами. Ну, в общем, у нас вот так. Так что мячи VTT такие же замечательные мячи, как и Tokyo. По цене они плюс-минус похожи. При этом я хочу отметить, что цены на эти мячи колеблются туда-сюда, в зависимости от того, как их там произвели, не произвели. Больше спрос по отношению к тому, сколько их сделали, меньше. Поэтому они могут сейчас быть одни чуть дороже, другие чуть дешевле, в другой момент времени наоборот. Ну и точно так же при покупках в разных местах на них цены могут различаться, в зависимости от того, кто в какое время и как их смог закупить. Также я планирую делать сравнение и других мячей Double Happiness между собой, но этому будут посвящены отдельные выпуски. А сейчас хочу обратить внимание тех теннисистов, кто из соображений экономии играет мячами Double Happiness D40+, то есть вон теми недорогими, которые по 10 мячей в пачке. И что я хочу, на что обратить ваше внимание, что стоит попробовать более дорогие мячи, то есть бусаны, Tokyo или хотя бы World Tour или VTT, в общем, что-то из них. И, возможно, вы обнаружите, что более дорогие мячи на самом деле получаются экономичнее, чем дешевые. Прошу понять меня правильно, речь идет только про соотношение именно вот этих мячей. То есть всякие другие мячи других фирм к этому делу не относятся. Речь идет именно про вот эти мячи Double Happiness. Дело в том, что есть такое наблюдение, кстати, в комментариях напишите ваше наблюдение по этому поводу, что мячи World Tour, Busan, Tokyo, VTT более прочные, более долговечные, чем дешевые D40+. Ну, потому что они сделаны из разного пластика, те, которые дорогие и дешевые D40+. И у дорогих мячей пластик большую нагрузку выдерживает, и они дольше остаются целыми и ровными. Но это не говоря уже о том, что играя более дорогими мячами, чем D40+, вы еще и играете более ровными мячами, которые более правильно летают. Но если для кого-то это не важно, то я просто хочу обратить внимание на то, что более дорогие могут оказаться более экономичными и в итоге выгодными, то есть на них меньше денег придется потратить, чем дешевые D40+. Ну, тут, конечно, надо еще и напомнить о том, что поскольку они из разного пластика, то они еще и по-разному ощущаются в игре, и кому-то могут... Одни нравятся больше, кому-то другие. Но мне, например, гораздо больше нравятся более дорогие мячи Double Happiness, чем дешевые D40+. Когда я говорю про дешевые D40+, я, конечно же, имею в виду трехзвездные. Про однозвездные и двухзвездные сейчас речь вообще не идет, это отдельная тема. Но ваши соображения, или, может быть, если какие-то вопросы возникают, то в комментариях пишите. Все это, все это приветствуется. Интересные комментарии прочитаем, примем к сведению. На вопросы постараюсь ответить. А также в будущем планирую больше рассказать и про другие мячи от Double Happiness и посравнивать их тоже между собой. А если вам нужны мячи или любые другие товары для настольного тенниса, то обращайтесь к нам в магазин. Это для нас всегда самая лучшая благодарность за наши видео, которые мы стараемся делать для вас интересными. Также, если нужна какая-то помощь в выборе накладок, оснований или ракетки в целом, тоже обращайтесь. Мы будем рады с этим помочь. Продолжение следует...